Испанский грипп или испанка был, вероятнее всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. За 18 месяцев во всем мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты. Число умерших оценивают от 17 до 100 миллионов человек, или от 1 до 5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Таким образом, летальность среди зараженных составила от 3 до 20%. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооруженный конфликт по масштабу жертв. Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы войны, антисанитария, плохое питание, скучность военных лагерей и лагерей беженцев. Несмотря на то, что первые больные появились в апреле 1918 года в США, свое название грипп приобрел из-за того, что Испания первая из европейских стран публично объявила о пандемии заболевания. Название испанка появилось случайно, так как военная цензура борющихся сторон во время Первой мировой войны не допускала сообщений о начавшейся в армии и среди населения эпидемии, то первые известия о ней появились в печати в мае-июне 1918 года в нейтральной Испании. Картина болезни. В мае 1918 года в Испании было заражено 8 миллионов человек, или 39% ее населения. Многие жертвы гриппа были молодыми и здоровыми людьми возрастной группы от 20 до 40 лет, обычно высокому риску подвержены только дети, люди преклонного возраста, беременные женщины и люди с некоторыми хроническими заболеваниями. Симптомы болезни. Синий цвет лица, цианоз, пневмония, кровавый кашель. На более поздних стадиях болезни вирус вызывал внутрилегочное кровотечение, в результате которого больной захлебывался собственной кровью. Тем не менее в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов. Наиболее вероятно, что основной причиной высокой смертности стала особенность этого штамма вируса, вызывающая гиперцитокинемию, приводившую к быстрому разрушению воспаленных тканей легких и заполнению последних жидкостью, что также объясняет молниеносность и крайне высокую летальность заболевания именно среди молодых больных с крепким и развитым иммунитетом. Распространение, масштабы смертности, вследствие технического прогресса транспортных средств, поезда, дирижабли, скоростные корабли, болезнь распространилась очень быстро по всей планете. В некоторых странах на целый год были закрыты публичные места, суды, школы, церкви, театры, кино. Иногда продавцы запрещали покупателям заходить в магазины, заказы исполняли на улице. В Прескоте, Аризона, США были запрещены рукопожатия. В некоторых странах был введен военный режим. За первые 25 недель грипп унес жизни 25 миллионов человек. Массовое перемещение войск стран-участниц Первой мировой войны привело к ускорению распространения гриппа. Вымирали целые деревни от Аляски до Южной Африки. Были города, где не осталось ни одного здорового врача. В Кейптауне машинист поезда сообщил о смерти шести пассажиров на участке всего в пяти километрах. В Барселоне ежедневно умирали по 1200 человек. В Австралии врач насчитал за один час на одной только улице 26 похоронных процессий. Даже могильщиков не оставалось для того, чтобы похоронить умерших, выкапывали массовые могилы, используя при этом паровой экскаватор. Людей хоронили десятками без гроба и отпеваний. В 1951 году Йохан Халтин попытался выделить вирус гриппа 1918 года из тел жертв пандемии, захороненных в вечной мерзлоте в городке Брёвик Мишн, штат Аляска. Во время той пандемии 72 из 80 жителей города погибли от гриппа. В этих поисках Халтин не смог обнаружить тело жертв, содержащих целые вирусные частицы. Современное исследование вируса. Почти 50 лет спустя, в июле 1997 года, Халтин узнал из статьи Джеффри Тубенбергера в журнале Science о новом способе извлечения генетической информации вирусов из тканей умерших. Он связался с Тубенбергером, выяснил, что тот ищет образцы гриппа 1918 года, и незадолго до своего 73-летия вернулся в Брёвик. Он снова получил разрешение на эксгумацию жертв испанки, и единолично работая киркой. На этот раз обнаружил полностью сохранившиеся останки полной женщины, жировая прослойка которой защитила ее внутренние органы от разложения. Ученый герметично упаковал ее легкие и, вернувшись в Сан-Франциско, отправил по почте Джеффри Тубенбергеру, который работал тогда в Институте молекулярной патологии армии США. Этот образец позволил ученым в октябре 2002 года воссоздать генную структуру вируса 1918 года.